Доброго всем времени суток! Для начала давайте я представлюсь тем людям, которые меня не знают и которые видят меня первый раз. Я Дмитрий Диев-Милаш, я русский националист, я НС, я язычник. Участие в русских маршах я стал принимать с 2008 года, потом их организовывать, потом вести колонны, вплоть до 2016 года. Также я был один из организаторов самой большой купалы на всем славянском пространстве под эгидой за дружество в лесов круг. Свой первый такой вот ролик я записал, когда произошли события с Крымом, всем известные, всему миру. И ролик стал вирусным, его посмотрели наверное несколько десятков миллионов человек. Его копировали, его монтировали, его вырезали, его вставляли. Он был везде. Сказать, что он бабахнул, это не сказать ничего. Было ли мне тогда страшно его записывать? Да. Опасался ли я? Да. Боюсь ли я сейчас? Да, боюсь. Страшно ли мне писать этот ролик? Да, страшно. Почему? Потому что я пока еще свободный человек в несвободной стране. Но видите ли как, люди иногда делятся на два типа. Одним страшно и все. Другим страшно, но они прикрываются каким-то приказом, еще чем-то, какими-то обязанностями. А есть еще люди, которым не надо ничего делать. Они просто берут и перешагивают свой страх. Это как прыжок с парашютом. Я очень боюсь высоты. И свой прыжок первый с парашютом я совершил вместе с нашими десантниками с трех километров. Кто знает, что такое прыжок с трех километров, тот понимает, о чем я говорю. Это сродни тому же самому ощущению. Сейчас происходит то, что происходить по всей логике не может. Оно не должно. Но оно происходит. Я стал другом для всей Украины. У меня там сотни людей. Куча писем, куча всего. И когда я записал тот ролик в четырнадцатом году, я больше года каждый день думал, что меня либо посадят, либо убьют. То есть я каждый день, выходя из квартиры и входя в подъезд, не знал, выйду ли я из подъезда и дойду ли я до своей квартиры. Я не знал. На протяжении всего этого времени любой звонок в дверь, любой звонок по телефону неизвестного номера заставляет меня вздрагивать. Но я живу. Вот эта грань, которая отличает человека от животного. Он боится, но он делает. Когда я приезжал в Киев к своим друзьям, они меня водили по Киеву. Дождь был. И меня люди узнавали на улицах. А вот эти шевроны, они очень много стоят. Не в денежном плане, а в другом. Вот эти четыре у меня появились еще до того, как они вошли в убиход. Это очень о многом говорит. Это рубашка, на которой она мне одета. Это подарок прекрасной девушке. И сейчас мои друзья, которые живут в Украине. Кто-то не выходит на связь. Кто-то был вчера в котле пять часов. Кто-то оперирует людей. Кто-то воюет. С некоторыми я знаю... Я знаюсь лично. С некоторыми я знаюсь только по интернету. Ну, понятно, я не могу знать всю территорию. Сколько там было людей. То есть, было очень много и писем, и приглашений везде. Их было больше, конечно же, чем угроз моего убийства, угроз расправы с моей семьей, с моими близкими, с моими друзьями. Их было, конечно же, намного больше за все это время. Я подозреваю, что и сейчас будет такая же самая ситуация. Если даже не хуже. К чему бы я все это говорил? Очень больно, когда ты видишь, что происходит с не чужой тебе землей, с не чужими тебе людьми. И как их выворачивает наизнанку. Какими словами они называют ту страну, в которой я живу. Тех людей, которые меня окружают. Это неприятно, но это понятно, это объяснимо. И это логично. И то, что они сейчас испытывают, это еще больше понятно. Тот нереальный ужас, который происходит сейчас. Боюсь ли я сейчас записывать этот ролик? Да, боюсь. Страшно ли мне? Да, страшно. Но я хочу сказать, что никто, никто, блять, в этом мире не может ни сказать мне в глаза, ни сказать где-то за спиной, что у дива нет яиц, что он трус. Никто это не может сказать во всем мире. Несмотря на то, что мне страшно. Совсем недавно я сделал публикацию, пока еще в фейсбук не лег, у нас в фейсбук в Российской Федерации лег. Сделал пост о том, что куча всяких людей, я сделал там выписку, честно говоря, я ее где-то скопировал. Что всякие непонятные люди сказали, что им стыдно быть русским. Причем эти люди этнически мало похожи на меня. И там такая картинка, что надоело, что вы извиняете за то, что не надо за меня извиняться. Я хочу сказать, к чему я это все так долго веду. Можете, кстати, этот ролик пилить, резать как угодно, делайте как хотите с ним. Я против не буду иметь ничего. Может воду какую-то вырежете. Я хочу сказать Украине. На тебя напала не Россия. На тебя напала Российская Федерация. Путинская. Я хочу сказать украинцам. Вы воюете не с русскими. Вы воюете с россиянами. Россия это я. Русские это я. Но никак не то, что там у вас сейчас происходит. Я как русский человек, имея свой стержень и свою позицию, никогда не перед кем не буду извиняться, что я русский. За свою позицию. Другие пусть делают что угодно. Особенно те, которые этнически на меня не похожи. Я надеюсь, что все мои друзья останутся живы. Я надеюсь, что все люди, которые сейчас сидят в метро и в бомбубирующих, оттуда в скором времени вернутся к своим домам. И они будут не разбомбленные. Я не понимаю, как это происходит. Мне жаль, что это происходит. Мне жаль, что я не могу ничего с этим сделать. И меня это убивает. Если мой канал пропадет, это будет не моя воля. Если я буду записывать какой-то ролик, который кардинально отличается от того, что я сейчас сказал. Это будет не моя воля. Это будет один из нескольких вариантов. Либо меня забили и заставили. Либо меня запугали пытками и заставили. Либо идет прямая угроза моей жизни, моим близким и моим друзьям. Либо же я под какими-то психотропными препаратами. Я никогда не поменяю свое мнение. Там нет России, там нет русских. Никаких переговоров. Никакой жалости. Кирюха, надеюсь, ты выспишься и увидишь этот ролик. Держись, братан. Денис, силы тебе. Маша, никуда не лезь. Что еще под конец. Мариуполь всегда был украинским городом. Мариуполь есть украинский город. Мариуполь будет украинским городом. Ребята из полка, насыпайте, блять, по полной. Победителей никто не судит. А на проигравших все равно спустят всех собак. Все равно. Всем всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова